всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем готовить очень вкусную творожную пасху с шоколадной глазурью смотрите видео и готовьте вместе со мной и радуйте свою семью вкусной домашней едой для творожной пасхи нам нужны будут следующие продукты 500 граммов домашнего творога 2 желтка 100 граммов сливочного мягкого масла 50 граммов изюма 30 граммов грецких орехов 1 упаковка ванильного сахара 100 граммов обычного сахара и 100 граммов сливок жирностью 33 процента первым делом что мы делаем это за ильем изюм кипятком грецкие орехи можно измельчить блендере а можно просто порубить ножом я слишком мелко не хочу измельчать хочу чтобы пасхи они были крупными кусочками чтобы они чувствовались с помощью кухонной машины мы взбиваем мягкое сливочное масло и сахар с помощью погружного блендера будем взбивать морок с ванильным сахаром до однородной массы теперь берем небольшую миску нее я выкладываю желтки и с помощью венчика мы взбиваем слегка желтки тем временем у нас стоит небольшая кастрюлька с водой на огне водичка закипела уменьшаем огонь и теперь на водяной бане теперь в пышную массу взбиваем сливки смотрите какие густые сливки главное их не перевзбить теперь к творогу я добавляю желтки которые мы заваривали на водяной бане взбивали также добавляем сливочное масло взбитое с сахаром и с помощью погружного блендера мы снова все перебиваем у нас получилось однородная масса мне рецепт этой творожной пасхи очень нравится так как пасха получается неприторно сладкой что для меня очень важно и не сложна в приготовлении теперь мы добавляем взбитые сливки заметьте мы сливки будем вмешивать лопаточкой творог а не взбивать все блендером чтобы пасха была более воздушнее на самом деле я всегда готовлю на праздник и творожную пасху и дрожжевую и теперь хорошо вымешиваем также добавляем изюм изюм любят моей семьи очень можно добавить курагу различные сухофрукты нам больше всего нравится с изюмом а также я добавляю орехи пасха получается более сытной и как бы орехи дополняют вкус ну в общем с орехами с изюмом это для нас лучший вариант попробуйте не разочаруетесь творог готов теперь будем оформлять нашу творожную пасху у меня есть специальная форма для творожной пасхи я в прошлом году покупала и делала творожную пасху рецепт есть у меня на канале но сегодня я хочу с вами поделиться другим способом для людей у которых нет специальной формы и я вам сейчас расскажу как можно приготовить красивую творожную пасху без специальной формы смотрите значит можно взять обычные пластиковые стаканы спот сметаны йогурта у меня вот есть и разные формы продолговатая немного его такая широкая небольшая значит что мы делаем снизу мы делаем дырочки чтобы лишняя жидкость выходила у нас ставим это все на блюдце берем два слоя марли хорошо застилаем вот нашу форму марлей и теперь ложкой накладываем творожную массу здесь все подправляем чтобы все было ровненько поверьте эти пасхи будут не хуже по форме чем специальной форме уже испробовано красиво получается а также в конце видео я покажу как можно их оформить декорировать у нас будет самый красивый и самый вкусный пасхальный стол смотрите все поместилось идеально у нас будет две творожные пасхи один стаканчик у меня на 300 граммов 2 на 350 хорошо придавливаем выкладываем всю массу так теперь смотрите мы аккуратно заворачиваем марлю и вот придавливаем обязательно вдавливаем пасха у нас должна творожная держать форму те дырочки которые мы сделали внизу через них будет выходить жидкость вот видите появляется уже когда я надавливаю сверху нам обязательно нужно положить грузик посмотрите что у вас есть в холодильнике у меня вот есть апельсин потом там у меня есть еще баночка маленькая с грибами можно поставить сверху то есть у кого что есть в холодильнике то и используйте и вдавливаем вот так обязательно сразу вот образуется водичка на низу пасхи оставляем на ночь в холодильнике теперь смотрите достаем наши творожные пасхи с холодильника открываем марлю берем чистую тарелочку и переворачиваем пасху вот так вот теперь аккуратно вот смотрите какой красивой формы получается творожная пасха маленькая аккуратная мы красиво ее оформим и поверьте не хуже будет чем специальной форме для пасхи нам осталось приготовить глазурь для творожных пасхах мы будем использовать шоколадную глазурь для нее нам понадобится 50 граммов шоколада я брала черный 20 граммов сливочного масла и 50 граммов сливок у меня домашние жирные сливки сливки нужно брать 33 процентов жирности не меньше значит первым делом мы ставим в духовку на 60 градусов шоколад со сливочным маслом я в этой емкости и ставлю это небольшие градусы шоколад будет постепенно плавится со сливочным маслом берем сотейник я перекладываю у него сливки и нагреваем на среднем огне но не кипятим очень удобно растапливать шоколад духовке вы его не перегреете часто даже на водяной бане у меня не один раз он сворачивался так как слишком сильно кипела вода и шоколад перенагревался теперь добавляем сливки слегка подогретые и размешиваем массу до однородного состояния у нас должна получиться глазурь блестящая красивая стараемся мешать в одном направлении наша глазурь готова смотрите блестящая красивая то что нужно осталось покрыть нашу творожную пасху этой глазури этой глазурью можно покрыть и обычную пасху не все любят белую белковую глазурь можно сделать шоколадную сделаем небольшие подтеки и вторую пасху также покрываем шоколадной глазурью по краю творожной пасхи для декора я выкладываю разноцветное дрожжи очень красиво получается ярко можно желейные конфеты кто что любит вот такая красивая и несложна в приготовлении творожная пасха с шоколадной глазурью у меня получилось надеюсь вам понравилась идея оформления и вы с радостью приготовите эту творожную пасху для своих родных творожная пасха в разрезе очень понравилась моей семье неприторно сладкая вот все в меру сочетание изюма и орехов превосходное очень и очень вкусно поэтому обязательно приготовьте для своей семьи вы не разочаруетесь подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока